До конца апреля все школьники продолжат учиться в дистанционном формате. Идет третья неделя, когда ученики получают задания от учителей через сервисы, консультации и новый материал через видеоконференции. А домашнюю работу прикрепляют в виде фото, аудио или видеоотчета в виртуальную школу или пересылают через известные мессенджеры. Первая неделя была мучительной, полной сбоев и накладок. Падали сайты, висли сервисы. Теперь технологический процесс относительно отлажен, но не до конца и не везде. Вместе с первыми оценками и первые жалобы от родителей. Их анализирует региональный департамент образования. Самые большие сложности вызвала работа платформы «Виртуальная школа» из-за слишком большого единовременного наплыва пользователей. Проблемы были с прикреплением выполненных домашних заданий. Если дети делают это самостоятельно в течение дня и не успевают этого сделать, то вечером родители всеразом просто перегружают ресурс. Но настоящий шок у родителей вызвал сам объем домашней работы. Как отметили в областном департаменте образования, сейчас рассматривают вопрос об отмене тестовых заданий по ряду предметов, например, по ИЗО или физкультуре. Любые другие нюансы просят решать в тесном контакте с учителями. У нас действительно есть технические стороны этого вопроса. Вызывают такие проблемы, которые вызывают нервозность, скажем так, у членов семьи, особенно сейчас у родителей, которые находятся дома. Вот эти проблемы решаем мы. Я призываю к тому родителей, чтобы они обращались к своим педагогам по телефону, по видеосвязям, по другим каналам, какие у них имеются возможности. И решали все эти вопросы, эти проблемы с тем, что возникает какая-то трудность с прикреплением, допустим, в том же сервисе виртуальная школа. Продолжение следует...